Ну, собственно, все. Мы победили босса ЙогДжио. Ничего особо сложного он себя не представлял. Привет, с вами Андрей, наш Атропиксель Данжен. Оставились мы на том, что подошли к финальному боссу. В текущей серии у нас будет финальный босс. Вот, поэтому как-то так. Качаем твердую посадку, ну и качаем. Конечно, уязвимость лучше всего качать, но чтобы нам ее прокачать, нам нужно будет понизить полный экран, убрать лишний. Тогда мы сможем ее прокачать. Оставим ударную волну дважды, ну и все, собственно. Возвращаем себе полный экран, то, чтобы просто комфортнее было. Собственно, у нас некоторое количество монет, некоторое количество еды. Вот у нас, собственно, вот такой вот инвентарь в данный момент. По зачарованием у нас удача, антимагия, антимагия и мох. Также холод. Собственно, это у нас инвентарь. Вот у нас способности. Ну, вот они, собственно, присутствуют. Вот, собственно. Давайте переходим дальше. Собственно, у нас зелье холда разбилось. Давайте отступим, чтобы оно нас случайно не зацепило. Ну так, посмотрим, что сюда еще нужно. Возмездие, ярость. Что-нибудь есть похоже? Возмездие у нас есть, давайте добавим возмездие. Что еще надо? Карта ярость. Ну, у нас ярости нет, а все остальное, в принципе, у нас есть. Поэтому закидываем туда карту. Уровень закрылся. Собственно, давайте исследуем полностью уровень. Ну, так, чтобы просто видеть. Учитывая то, что он закрылся, вы не будете тратить своего сытости. Поэтому можете смело ходить, пока его Джейва спит. Видите, он решил проснуться. По, собственно, озачарованием. Кольцо богатства для боя нам, в принципе, не особо нужно. Ну, хотя там, в теории, нам может что-то упадет с боссов. Не факт, что нам что-то полезное упадет, но факт в том, что что-то полезное нам может дропнуться. Поэтому, как вариант, можно его прокачать. Либо вкачать неистовство, скорость атаки, чтобы чуть быстрее мы атаковали, тем самым мы чуть более эффективно будем взаимодействовать. Ладно, пока оставим так, дальше посмотрим. Возможно, нам повезет, и мы что-нибудь получим. Путное. Ну, правда, нам уже особо ничего не надо. А вот скорость атаки нам, конечно, помогла бы. Лишнее она, по крайней мере, точно не будет. Первая длань, собственно, которая у нас... Это ржавая длань, которая... У нее эффект отложенный урон, она гиб, она не помещается в узкие проходы, то есть эффект большой. Терпит попадание, эффект отлаживается. Она, скорее всего, кидает замедление. Бить около Йогджева нельзя, потому что она неуязвима. Соответственно, вытаскиваем ее. Она нас каким-то телепатическим образом чувствует. Но это отдельная история. Видите, она нас даже не видит и не хочет видеть. Она нас потеряла. На самом деле удивительно, почему она нас теряет. Ну... Длань, просьмись! Ну, наконец-то. Я уже думал, она вас не увидит. Честно говоря, очень удивительно, что она нас постоянно теряет. На самом деле мы ее не можем бить, пока она на лестнице стоит. Нам нужно, чтобы она с лестницы сползла. Видите, нам об этом говорит подсказка. Ну, видите, ну... А! Я, кажется, понял почему. Она сюда не может уступить, потому что тут узкий проход. Соответственно, нам, чтобы перейти к ней, нам нужно от узкого прохода уйти. Нихрена тут урона. Видели, 22 в лицо. Прикольно. Даем ей замедление для того, чтобы получать меньше урона. Насколько я знаю, ей хватит урона, чтобы погибнуть. Это 120. Это прямо откровенно до хрена для нее. И хватит урона. Собственно, первую длань победили. Важно под лучи не попадать. Хотя у нас защита на доспехе антимагия стоит. То есть, в теории мы получаем меньше повреждений от магии. Йог джевы. Кстати говоря, помимо того, что... Собственно, темная длань похожая эффект на светлую длань. Только единственная, она слаба в ближнем бою, а на дальнем бою она вас будет слепить. Поэтому... И если у вас был факел, забудьте. Потому что длань вам его потушить. Ну, как вы видите, урона у нее практически нет. То есть, она... Она нас, видите, факел нам выключил и свалила. Хе-хе. Наивно полагает, что... Ну, видите, урона, то есть... Давайте ее еще замедлим, чтобы она не расслаблялась. Собственно, убили вторую длань. Давайте выбьем джевы. До 100 хп. Следующая стадия у него. Неуязвимый. Мы, правда, не видим, кто там. Давайте посмотрим с помощью факела. Это лес. Лес, это, кстати, очень плохо. И нам еще дали укоренение. Ха-ха-ха. Проблема в том, что нам нужно вытащить этот лес. Вы не можете двигаться. Вот гнида. Давайте используем... Что здесь надо использовать вообще в целом, чтобы вы имели представление? Возможно, у вас какого-то предмета не бывает. Нужно использовать левитацию против нее. Также можно использовать против нее антимагию. Собственно, мы будем использовать антимагию. И просто поржем над ней. Потому что она нам ни хрена не сможет сделать. Обратите внимание, укоренение на нас сработало. Но лучи йог джева нам не наносят урона, пока на нас действует эффект антимагии. На самом деле, нужно было больше делать. Я что-то протупил. Дадим ей замедление. А, антимагия не работает. А, самое интересное, антимагия... Ух, ни хрена. Вот опять же, видите, она нас опять привязала. Гнида такая. Я предлагаю ее обхитрить и просто взлететь над местностью. И поржать над ней. Обратите внимание, чем больше вокруг нее травы, чем для нас хуже. Собственно, мы убили длань. Финальная стадия босса, когда очень огромное количество личинок... Ну, собственно, все. Мы победили босса йог джева. Ничего особо сложного он себе не представлял. А, вообще, как лучше всего качаться? Лучше качаться либо в защиту, как в нашем случае, либо в атаку. Либо в оружие атаку, либо в палочку. В основном это очень сильно работает. В плане урона. Поэтому как-то так. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.